В мире используются 4 бисфосфоната, алиндранат, ибандранат, заведроновая кислота и резидранат. Все 4 бисфосфоната есть в России, все они доступны и практически все есть в варианте дженериков, что делает на самом деле их доступными, поскольку они становятся все дешевле и дешевле. Кроме того, используется дыносумак. Я во второй части лекции подробно расскажу об этом препарате. Это моноклональное антитело к белку ранков. И наконец-то репаратит, это паратиреоидный гормон, который имеет в данном случае анаболический эффект. Итак, постменопаузный остеопороз, выбор довольно большой. У мужчин при лечении остеопороза выбор чуть меньше. Вам, наверное, это видно. Бисфосфонатой не все могут использоваться у мужчин, а только олиндранат и заведреновая кислота. Итак, поскольку ибо дранат сильно не следовало силу мужчин и показание написано, что это постменопаузный остеопороз, а лизнь дранат, хотя у мужчин исследован, но в России зарегистрирован только для постменопаузного остеопороза. Итак, спец препаратов довольно большой. Давайте посмотрим, как бисфосфонаты в данном случае пароральные, как они могут повлиять на ситуацию с переломами и с минеральной плотностью плосной ткани. Ну, во-первых, вы видите, вот это несравнительные исследования, просто здесь поставлены столбики из разных исследований, которые нам показывают с вами, что в среднем через два года при приеме пароральных бисфосфонатов разных минеральная плотность плосной ткани повышается примерно на 5-7%. Это хороший результат. Позвоночники. Здесь минеральная плотность плосной ткани в области бедра. То же самое, все бисфосфонаты пароральные действуют, повышая минеральную плотность плосной ткани. Сопровождается ли это снижением риска переломов? Посмотрим. Вот данные по линдранату. Какое бы исследование ни проводилось, наблюдается снижение риска переломов. Причем не в каком-то одном отделе стилета, а снижается риск переломов позвонков, бедра и так называемые непозвоночные переломы, то есть все, что кроме позвоночника. Итак, алиндранат доказан. И бандранат в первую очередь доказанно снижает риск переломов позвонков. Через три года лечения на 62%. На самом деле это то, что мы и наши пациенты хотели бы добиться, достичь. Парентеральный нутригенный бистоспонат за ядроновая кислота, он более мощный, чем таблетированный. И нам за три года лечения показано, что он очень эффективно снижает частоту переломов позвонков. Вот видите, за три года на 70%. А вот частота множественных новых переломов позвонков за три года уменьшается на 89%. Вот видите, практически в 10 раз уменьшилась частота. Безусловно, за ядроновая кислота снижает риски других непозвоночных переломов за три года приема на 25%. И, наконец, переломов бедренной кости за три года приема на 41%. Интересное исследование, которое имеет непосредственное отношение к теме нашего сегодняшнего разговора, было проведено с альтроновой кислотой, которую назначали, вводили пациентам после хирургического вмешательства по поводу перелома проксимального отдела бедренных костей. Одним пациентам вводили замедленную пассоту раз в год, другим – плацебо. Посмотрите, тоже было показано, снижался риск новых переломов, причем любых клинических переломов вне позвонковых и клинически выраженных переломов позвонков, но самое главное – другое. Помните, я показывала вам слайды, что после переломов существенно увеличивается летальность у людей. Так вот, это исследование показало, что те, кто получали альтроновую кислоту в течение трех лет, то есть три инъекции получили, у них летальность была меньше на 28% по сравнению с теми, кто получал плацебо, ну, то есть получали пустышку, они не получали лечения. Вот это чрезвычайно важное исследование, которое показывает нам, что вовремя начатое лечение остеопороза позволяет продлить жизнь людям, особенно людям старшего возраста, вот те, кто переносит перелом максимального отдела бедренной кости. В целом, при приеме любых из постфонатов риск переломов позвонков снижается на 40-70%, любых внепозвоночных переломов на 30-40% и перелом максимального отдела бедра риск его снижается на 30-40%. Вам может показать со стороны, что эффективность в отношении внепозвоночных переломов несколько меньше. Это все объяснимо. Дело все в том, что переломы позвонков это настоящие остеопорозные переломы. И иногда даже и травмы не нужно, чтобы сломать позвонок. Он ломается просто от самой болезни. А вот для того, чтобы сломать кости периферического скелета или максимальный отдел бедренной кости, необходимо все-таки падение. И помните, пожалуйста, что ни одно лекарство, которое укрепляет костную ткань, оно, увы, не действует на падение и не снижает риск падения. Поэтому, когда мы лечим этих пациентов патогенетической геропией переломов на порозе, безусловно, надо помнить, что необходимо предпринять определенные усилия, чтобы уменьшить риск падения пожилых.